Привет, друзья! Давайте я вам сегодня покажу, что я повышевала за последнее время. Единственное, мне кажется, повышевала я немало. Но вот, наверное, рассказать мне будет не сильно много чего. Ничего особенно не изменилось. Поэтому, скорее всего, буду кратко сегодня. Первое начну с поднебесного замка Чешевского кота. Я его вышиваю в последнее время под промоушен. 7000 за две недели. И пока держусь в этих цифрах, остался чуть-чуть совсем мне на этот отчет вышить. Буквально тысячу. И потом последний отчет. Жду не дождусь. Потому что мне кажется, мне все эти промоушены наоборот замедляют. Не знаю, такая противоречивая логика получается. Но мне кажется, что без промоушена я бы вышивала чуть больше. Посмотрим. У меня даже была мысль, когда промоушена закончится, попробовать быть однопроцессницей. И даже попробовала чуть раньше это. В итоге, как оказалось, наверное, все-таки однопроцессничество уже не для меня. Буквально повышевала два дня подряд и поняла, что все-таки устаю от одной конве, от одной картинки. И периодически надо менять вышивки. Но идея мне это пока еще более-менее нравится. Поэтому я думаю, что, скорее всего, в ближайшее время я все-таки буду в основном драконов вот этих вышивать. Поднебесный замок. И возьму, может быть, две основные работы, которыми буду разбавлять эту работу. То есть, такое полуоднопроцессничество у меня будет. Вот. Ну и, конечно, если что-то захочется еще дополнительно повышевать, тоже повышеваю. Но надеюсь, что вот на этой работе сконцентрируюсь и буду ее вышивать побыстрее. Что я вам хотела показать? Тут у меня уже, в общем-то, неплохо так прорисовалась, прорисовывается нижняя часть картины. Уже почти 50% на работе. Единственное, конечно, когда вот так вот смотришь, низ картины какие-то 50%. Но в итоге, за счет того, что я ее много в разных местах уже повышевала, я надеюсь, что мне это даст какой-то определенной дополнительной легкость в остальном вышивании. Потому что, когда я буду перематывать, то уже то там, то здесь уже чуть ли не половина картины вышита. Вот. Но на самом деле, какие у меня ощущения от этой картины? Когда выживаю, естественно, это как-то не замечается. Но когда-то двигаю ее подальше и смотрю, то уже создается вот эта вот энергетика картины такой большой. Очень мне нравится с этой точки зрения, что совсем другое такое ощущение, чем даже от обычной вышивки, не говоря уж об обычных картинах, которые можно просто вот купить. Не буду говорить насчет там масла, художников, потому что таких картин у меня никогда не было, но я больше про распечатанные какие-то, пусть даже хорошего качества. Здесь вот я, когда иногда-то додвигаю, мне вот прям вот уже чувствуется эта энергетика и магия вот этой вышивки. За счет того, что очень маленькие точечки и картина действительно прорисовывается уже. Вот. Что мне нравится? Вот тут вот я уже когда смотрю, уже действительно интересно законченный пейзаж получается. Здесь я вышивала разными способами. В итоге поняла, что остаюсь я на парковке. И причем, что вот на парковке, сейчас покажу органайзер, какой у меня сейчас вот так вот получается, приходится постоянно немножко перекручивать раму, потому что он у меня здесь лежит. И рукам не очень удобно, если получается, надо ниже вышивать и его неудобно класть. Но зато с вот этим органайзером мне понравилось то, что иголки не надо вытаскивать и в то же время они друг другу между другом не путаются. Вот. Очень быстро получается. И не надо иголки постоянно туда-сюда подтягивать. За счет этого еще очень удобно, когда я вышиваю парковкой по рядам, то, соответственно, получается не очень много ниток припарковано. То есть не приходится тут как-то сильно много парковушек заводить, как вот в следующей работе, которую я вам покажу. Ну и что заметила для себя, что почему я вышиваю здесь парковкой, все-таки это для меня скорость. То есть кто бы как бы не чувствовал в этом отношении, вот я щипя уже в разных варианциях попробовала и поняла, что когда я вышиваю по цветам, заканчивая нитку или стараясь как можно дальше ее провести, то для меня это удобно и быстро получается на первых примерно вот, когда вот пока вот так вот зашивается. А потом, когда уже переходит вот в такие вот элементы, то у меня очень сильно резко падает скорость. Поэтому здесь вот я жду не дождусь, когда я все-таки закончу вот этот ряд. И вот здесь вот мне надо будет немножко заканчивать, хотя здесь уже еще полегче должно быть. Но вот здесь вот я чувствую, что сильно у меня зашито, за счет этого скорость значительно меньше. То есть я вот так сравнивала, могу даже показать, интересно было. Единственное, не так уж и много, в общем-то, я и записала, я себе вот такой трекер завела. Здесь просто, ну неправда, не каждый день иногда я, нету бы на это времени записывать. И мне было интересно посмотреть. Здесь я цветом выделяю, сколько я вышила в этот день. А здесь я считаю по разным вышивкам, сколько повышевала. И получается, что у меня за один день, что на крестиках, что на полукрести на вот этой картине не так уж большая разница получается. Примерно вот в одинаковых цифрах. То есть девчонка, девчушку я почти только ее вышивала. У меня получилось 1300. А драконов я вышивала тоже те же самые 1300. Поэтому получается, что надо мне все-таки выравнивать ряд, переходить на полную парковку по рядам. И тогда у меня, я надеюсь, скорость будет повыше. Потому что иногда, самый максимум, я помню, у меня было по 2000 в день. За тоже примерно самое время вышивки. Но, правда, здесь и участок чуть посложнее. Поэтому цветов здесь побольше. Так что, ну так. Я думаю, что мы с вами посмотрели, как вот у меня уже получилась лестница. И здесь уже все полностью закончено. И сюда я уже больше не вернусь. То есть уже здесь я полностью закрыла. Здесь вот большая часть закрыта. Причем, что там еще внизу, я думаю, скоро я буду уже перематывать опять, будет появляться картина. Там тоже немножечко вышивала. Но, в общем, получается вот здесь уже полностью все закончено. Так что, наверное, это все с поднебесным замком. Давайте с вами перейдем к следующей картине. А следующая у меня картина «Девчушка Ассоль. Дитя, озаренное сиянием Божьим. Разработка СТ». Что у меня здесь интереснее было? Здесь я уже вышиваю парковкой не потому, что у меня это быстрее, а потому, что это ровнее. И действительно, я вижу разницу. Попозже сейчас вот немножечко расскажу, приближе покажу. Хотя, в принципе, вот я заметила, что у меня здесь почему-то полоса все-таки появилась одна. Не знаю, с чем это связано. Но, во всяком случае, все равно вышивка достаточно ровненькая получается по сравнению с, например, с той же самой колонной. Вот. Тут у меня получается немножко другой вариант органайзеров, потому что я вышиваю четко по рядам. И у меня здесь получается 10 органайзеров. На каждый ряд свой органайзер. Быстро получается вышивать достаточно. То есть, в плане того, что для такой техники вышивки у меня достаточно неплохая скорость получается. Я каждую иголочку смотрю, куда она идет. И, соответственно, паркую на нужный органайзер. И, соответственно, их перелистываю, когда у меня этот ряд уходит. И просто их 10 штук, и они идут подряд. И у меня по разметке отделяется органайзер по цвету. В общем, руку я набила. Получилось, в принципе, неплохо. И сначала, когда я начинала только эти методы вышивать, думаю, дай-ка я все работы. Найду какой-нибудь самый интересный участок. Буду тоже так же рядами вышивать. Но, в итоге, не дошло дело у меня до этого. У меня везде на всех, на самом деле, новых экспериментах. Мне хочется попробовать прямо сразу везде и всюду. Но здесь получилось так, что пока я вышивала девчушку, мне хотелось ее побыстрее поушивать. Я так до других мест и не дошла. До других вышивок ушивать по рядам. А в итоге здесь от этих вышивки по рядам так подустала, что даже здесь пришлось периодически отдыхать. Хотя, хочу заметить, что очень хотела закончить лицо сразу и не оставлять кусками. При том, что был у меня какой-то момент, что где-то-где-то как-то вот здесь вот я закончила. И думаю, ну, надо повышевать какие-то другие вышивки. Поняла, что мне очень некомфортно. Пока вот не закончу, не могу отложить. Потому что хочется, то есть, когда было там платье или еще как-то, ну, нормально отложил, повышевал, пришел к следующему ряду. А здесь уже чувствуется дискомфорт, когда я начинаю ее откладывать и оставлять на потом какую-то часть лица. Или в данном случае у меня уже до губ дошло. Но, боюсь, в данном случае я не получится у меня довышивать все лицо до конца. Хотя в раму она, в принципе, должна вместиться. Это вот как раз вот досюда будет, мне кажется, лицо. Вот. Но за счет того, что органайзеры много места занимают, мне уже сейчас неудобно вышивать. Поэтому я решила, что здесь мне все-таки надо довышивать хотя бы примерно вот столько. Перемотать и уже продолжить лицо. Так что здесь, наверное, со скоростью у меня упадет скорость. Потому что вот эти вот части я пока не планирую вышивать в основное вышивальное время, а так, набегами. Но тут скажу, что, в принципе, мне не скучно вышивать. Вопрос, что я думала, что я его буду потихонечку потом догонять. А сейчас, получается, надо чуть-чуть побыстрее. Но здесь я придумала для себя небольшую другую уловку, как это делать быстрее. В плане того, что я в основное вышивальное время вешаю ниточки. Все на, например, на десяток. Или, может быть, в следующий раз повешу на два десятка. Которые здесь все цвета участвуют. Припарковываю их. А потом, время, когда у меня бывает, там буквально сколько, минут 20 повышивать. Например, с утра я эти все нитки вышиваю. Соответственно, или я их припарковываю чуть выше, я их поднимаю где-то на три десятка. Вот как вот здесь вот они торчат. Но если они за это время заканчиваются, или совсем чуть-чуть остается, и заканчивается цвет, то тогда я его уже убираю на органайзер, на основной. А так, я вот решила попробовать. И мне, в принципе, такой вариант здесь. Во всяком случае, нравится. То есть я все цвета поднимаю примерно на три десятка. Но выше дальше не иду. И чтобы потом не путаться в тех остатках, которые здесь есть. То есть мне вот как раз вот так вот нормально, комфортно. Я достаточно неплохо ориентируюсь. Ну и, соответственно, идти по десять клеточками, рядами вот здесь вот. Ну, соответственно, здесь я чуть выше ушла. Так что здесь тоже буду потихонечку подниматься. Ну, я думаю, да, примерно вот так вот я вышиваю. И мне надо будет перекрутить. Значит, здесь неудобно. Хотя очень хочется все-таки сделать уже девчушке все полностью лицо, и не оставлять ее на середине. Хотя красиво очень получается. Давайте с вами вместе поближе посмотрим, какие крестики получаются. Вот я приблизила чуть-чуть, чтобы можно было бы сравнить. Вот здесь вот я полностью вышивала парковкой по рядам. А вот здесь вот больше как по цветам. И, соответственно, мне кажется, разница все-таки видна. То есть здесь крестики поровнее идут, а здесь они такие кривенькие все-таки получаются лично у меня. Так что мне кажется, оно того стоит. И по рядам самые ответственные участки можно вполне, в моем случае, я так думаю, что буду вышивать. В плане того, что на этой картине или какой-то еще другой. Единственное, я заметила, что вот для меня это важно на крестики. Полукрест я как-то не замечаю разницы. По рядам, не по рядам. Там, может быть, они чуть-чуть более ровненькие получаются. Но, в общем, заморачиваться на полукрести, я думаю, я не буду. Пожалуй, это все с девчушкой. Давайте с вами посмотрим на следующую картину. Это у меня аристократ в библиотеке разработка СТ. Что здесь у меня интересного? Так, надо бы еще вспомнить, что я уже вам успела показать, а что еще нет. Я, кажется, закончила на том, что я вышивала здесь рядом 20 клеточек и припарковывала нитки. Вот так вот. Но потом решила, что рядом не очень удобно получается вышивать. Честно сказать, не помню. По-моему, мне показалось, что это ненаглядно. И решила вышивать столбиками вот здесь вот. И так как я стала вышивать столбиками, я поняла, что до этих припаркованных ниток я дойду еще совсем не скоро. И поэтому решила их все позаканчивать. Поэтому начала с этого края и стала их заканчивать. И вот примерно вот такая у меня картина получилась. В принципе, поэтому я и не люблю вышивать по цветам, что это вот все вот так вот. Картина будет долго и долго очень выглядеть именно так, с разбросом. Но потом я повышивала столбиками и решила, что дай-ка я попробую какую-нибудь новую другую методику, которая мне примерно такую. Я сейчас использую на девчушке по краям. Я решила идти опять рядом 10 клеточек, приподнимать нитки все примерно на 30 клеточек. И вот так вот пытаться идти. Поэтому я обратно начала припарковывать нитки. Но здесь рисунок немножко по-другому складывается. Поэтому они не всегда припарковываются наверх. Иногда уходят вбок. Но вот пока вот на самом деле здесь, мне кажется, я вам еще не показывала, у меня уже прорисовался низ глобуса ножки. А сюда я уже пошла уже потихонечку. Только вот буквально вот эта вот часть вышилась полностью. Остальное так везде. Какой-то непонятный разброс, на который особенно и не посмотришь. Но так как сейчас в последнее время я не очень много времени на эту работу уделяю, поэтому, соответственно, и прибавления не очень большие, мне кажется. Но мне все-таки интересно попробовать эту методику по 10 клеточек рядом идти и приподнимать нитки. То есть у меня будет вот такой вот ряд примерно такой зашивки. А эти сами ряды уже будут полностью заполняться. Почему я так решила? Не знаю. Но мне показалось, что стоит попробовать. И заодно я вот так же тоже начала подпарковывать нитки на этот органайзер. Но, по-моему, у меня органайзеры закончились. Я решила новое не делать. Решила, что сейчас я быстренько девчушку довышиваю по рядам. У меня 10 органайзеров освободится. И можно их пустить будет в ход. Девчушку быстро довышивать не получилось. Но и правда и дальше Сократа руки редко доходят. Поэтому пока мы можем только полюбоваться на ножки и шарики колесики от глобуса. Давайте посмотрим еще на одну работу. Это у меня картина называется «Лодка на морском побережье». Ладно, пусть в этот раз это будет называться лодкой. Похожую картинку, похожую разработку можно купить у компании Astra. Это разработка моя собственная по такой же картинке. Что я здесь вышивала? Буквально, мне кажется, пару дней повышивала. Но участок достаточно легкий. Сама картина на самом деле очень легкая. Здесь не так много цветов. И не очень много одиночек. И поэтому у меня вот тут прорисовался нос лодки достаточно быстро. Тут я решила, что надо бы уже выравнивать все вот так вот. Потому что здесь уже опускаться в принципе некуда. Уже рукам неудобно. И тогда, я думаю, надо будет выравнивать и начинать перематывать. Единственное, что заметила, что есть это вот у меня рама такая, которая достаточно широко растягивается. И у нее здесь получается порядка, наверное, 25 сантиметров. И когда так много, у меня рукам неудобно. То есть я поняла, что если я буду когда-нибудь покупать рамы покупные, то мне точно надо поменьше ширину. Потому что 30 сантиметров вот здесь уже совсем неудобно. Надо такие, которые сокращаются хотя бы до 20 сантиметров. Тогда удобно. Самый удобный такой размер. Вот. Ну, нравится мне как лодка. Получается уже очень так живописно. Очень умиротворяющим. Так что, да, очень рада я, что ее повышивала. Правда, в последнее время редко получается взять руки. Хотя я надеюсь, что летом я, наверное, к ней вернусь. Не знаю, какую часть буду вышивать. Опять песочек или небо. Но на улице это вот работа, которую мне самое удобное. Вышивать из многоцветок, когда вот просто сижу на травке и вышиваю на песочке. Не страшно ошибиться, а на небе просто невозможно. Пожалуй, это все, что у меня есть, что я могу рассказать по этой картине. Так что давайте посмотрим еще на что. На другие работы. Эта работа называется «Горная деревенька» или, по-моему, «Горное поселение». Точно не помню. Но в любом случае в описании к видео вы можете найти ссылки на все работы. И это разработка «Чеширский кот». Здесь я эту работу начала не так уже давно. Вышиваю я ее достаточно медленно. Но сейчас я ее вышиваю под промоушен. И, что интересно, начинала я с 7000, вышивала небо. Но в итоге небо мне поднадоело вышивать. И я решила, что надо бы водичку повышивать. Водичку пошла столбиком. Но, как вы знаете, как вы уже сегодня слышали, что если я где-то что-то меняю, то менять мне надо практически везде. Все перечеркиваю и начинаю по-другому. Поэтому здесь я тоже решила идти рядами по 10 леточек в длину. То есть в данном случае длину, высоту, ширину в голову пошла. Так вот, наверное, когда промоушен закончится, то я эту работу вышивать часто не буду. Хотя она мне очень нравится. Я же решила побыть какое-то время однопроцессницей. Ну или почти однопроцессницей. Поэтому это будет работа в той категории, которой почти. Но здесь уже появляются потихонечку интересные цвета. Очень мне, кстати, понравилось вышивать вот этими золотисто-оранжевыми оттенками, коричневыми. Не знаю почему. Наверное, потому что они немножечко другие. И может быть немножко от голубых я устала. Хотя, не знаю, честно сказать, голубые мне очень нравятся. Но этими было очень большое удовольствие повышевать. Поэтому я думаю, что не сегодня, так завтра я еще ее повышеваю. И будут продолжать наслаждаться этой картиной. А сейчас давайте я вам покажу еще одну работу, где изменения не очень большие, но они все-таки есть. Эта картина называется «Бурное море 2. Разработка Чеширский кот». И здесь я, наверное, погорячилась, сказав, что есть что показать. Здесь я довышивала все те нитки, которые были припаркованы. И так как я вышиваю на пальцах, я решила, что здесь я не буду вышивать парковкой. И что я сделала? Я правильно перешла на новый участок, не закончив предыдущий. И стала опять вышивать парковкой, потому что мне захотелось увидеть водичку. Так, что я здесь вышла? Вот этот большой кусочек водички я вышла. Порадовалась, что у меня теперь есть водичка. Похлопала радостно в ладоши, что да-да, так и надо. Я сейчас буду продолжать. Сейчас у меня будет много-много воды теплой. И лето. И потом мне надоело вышивать на пальцах. Ну, как сказать надоело? Ну, надоело, не надоело. Я, конечно, буду потихонечку продолжать. Но что-то у меня руки стали от них уставать. Потому что сейчас я вышивала на пальцах. Они немножко у меня завышены над столом. И долго вышивать в таком положении вытянутых наверх рук не очень удобно. Поэтому я взяла и перестала вышивать эту работу. И даже не обещаю, что я в ближайшее время ее буду сильно часто вышивать. Может быть раз в неделю по 10 стежочков я и буду делать. Но в ближайшее время не ожидаю на ней больших изменений. Я же однопроцессница. Не забываем об этом. И основной у меня все-таки процесс будет драконы. Ну, и в то время, если раньше я вышивала вот эту волну, и мне стало неудобно, теперь я стала вышивать вот этого котенка. И решила, что сначала давайте-ка я закончу все эти мелочевки, которые я поначинала. Не так уж много я их поначинала, но все-таки с ними у меня руки не устают. Потому что я их держу на руках. И можно, в принципе, потихонечку, по нескольку крестиков делать. Поэтому котенок у меня почти на самом деле закончен. У меня остался один последний цвет. Совсем чуть-чуть его. Закончить бэк. Правда, закончить громко сказано. Потому что его бы еще надо было начать бы. Но бэк меня на самом деле не сильно смущает. Кроме того, что надо в экран смотреть, чтобы его вышить. А все остальное, в принципе, нормально. Так что скоро, совсем скоро, вполне возможно, что я эту картинку закончу. И перейду к какой-нибудь маленькой другой картинке, которую я тоже начала. И было бы неплохо ее тоже закончить. Просто потому, что маленькие картинки совершенно стыдно вышивать по полгода. Но, кстати, к этому котенку еще полгода не исполнилось. Я его, по-моему, начала вышивать в октябре. Так что у меня еще 4 месяца на то, чтобы его закончить. Подождите, я сейчас вру февраль. Эх, да, уже не 4. Что-то я, по-моему, отстала от жизни. Ладно, буду на этом заканчивать. И с пожеланиями хорошего настроения поскочу заканчивать своих драконов. Хотя заканчивать, мне кажется, это тоже немножко оптимистично. Продолжение следует... Продолжение следует...